Всем привет! Зима все ближе, а это значит, что мы потихоньку начинаем узнавать о новинках, которые ждут нас в ближайшее время. Новый поворот произошел в мире стандартов NIS и ICP. Сегодня будем говорить о креплениях. Но для начала небольшая предыстория. Долгое время лыжи Fischer и Rossignol выпускались с платформой NIS. Однако за использование платформы NIS компаниям приходилось платить денежку производителю Rotefella. И для того, чтобы избавить себя от лишних расходов, Fischer совместно с Rossignol решили разработать свой стандарт ICP Integrate Fixed Plat. Из названия становится понятно, что это в принципе то же самое. Так оно и есть. Платформы настолько похожи, что если бы не различная система замков, переднюю часть крепления NIS можно было бы надеть на ICP. Ну а пяточная часть отличается, поэтому там бы уже не подошло. Поскольку крепления стандарта ICP выпускались уже после NIS, то на мой взгляд они имеют несколько незначительных преимуществ. Первое преимущество в том, что подпятник благодаря соединительным элементам крепится к основной части. И благодаря этим соединительным элементам исключается люфт подпятника в процессе износа. Если мы будем говорить о NIS, то там подпятник дополнительно никак не закреплен и спустя какое-то время он разбалтывается и начинает люфтить. Это одно. А второе, сам замок на креплениях ICP на мой взгляд чуть-чуть, но все-таки лучше. Поскольку такие гиганты как Fischer и Rossignol не могли просто выпустить крепление, а им нужна была какая-то маркетинговая фишка, то они решили разработать поворотную систему замка. Реклама гласит, что это новый поворот в мире креплений. Также в рекламе сообщалось, что детям намного удобнее поворачивать, чем защелкивать. И на морозе людям опять же будет удобнее выполнять поворотное движение, чем закидывать защелку. Однако вот что оказалось на практике. В семнадцатом году эти крепления были представлены, а в сезоне 17-18 на них уже вовсю бегали на Кубке мира. И на гонках масс-старта были случаи, когда гонщикам попадали палкой в эту защелку и крепления раскрывались. Потеря лыжи и собственно для спортсмена гонка уходила коту под хвост. Не хочу сгущать краски и говорить, что эти случаи были массовыми, однако они присутствовали. Приятно, что компания не стала делать вид, как будто ничего не происходит и оперативно отреагировала на сложившуюся ситуацию. Что они сделали? Была разработана защелка, благодаря которой замок фиксируется от случайного поворота. Когда я об этом услышал, я подумал, что будет какая-то такая закидушка. Но разработчики нашли интересные инженерные решения. Как оно выглядит? Теперь сама защелка снабжена вот таким дополнительным замком. Открываем его и крепление работает. После того, как закрыли, защелкнули фиксатор и все. Нежелательное открывание исключено. Как к этому относиться? С одной стороны, приятно, что нашлось такое стройное инженерное решение проблемы. С другой стороны, вся эта поворотная система с дополнительной защелкой напоминает попытку заново изобрести велосипед. Ну что ж, тем интереснее. Понаблюдаем и я не исключаю, что в один прекрасный день крепления на стандарте IFP вернутся к классической закидушке. Теперь подробности. В продаже появятся новые крепления, у которых будет, собственно, система дополнительной защелки. А также, что очень приятно, помимо полностью новых креплений, в продажу обещают поступить, собственно, сами замочки, которые можно будет купить за небольшую цену и усовершенствовать свои старые крепления, апгрейдив их таким вот образом. Для тех, кто будет покупать и своими руками устанавливать эти защелки, хочу вам сказать, что здесь все просто. Нужно будет открутить всего один винт и заменить. Когда будете заменять, здесь не обычный крестообразный винт, а вам понадобится не шестигранник, а шестиконечная звездочка. Возможно, вы увидите. Что касательно сроков. У спортсменов топ уровня. Крепление с такой защелкой появится уже этой зимой, собственно, они у них уже появились. А до нас, до обычных пользователей, до нас, до обычных пользователей, вероятнее всего, это дойдет только к следующей зиме. Ну а в специализированных лыжных магазинах, я думаю, после нового года уже можно будет купить эти новые крепления. На этом с IFP заканчиваем. Переходим к новостям от компании Rotefella. В прошлом году компания Rotefella представила концепт креплений для классических лыж, которые были снабжены электрическим механизмом, благодаря чему все крепление прямо в процессе движения можно было двигать назад для того, чтобы улучшить скольжение, либо вперед для того, чтобы улучшить держание. Представленная эта новинка была на выставке Испо в Мюнхене. Для тех, кто не знает, выставка Испо в Мюнхене это крупнейшая выставка в мире спортивной индустрии, на которой, собственно говоря, и презентуются все новинки, которые на следующий год поступят в продажу к массовому потребителю. Так вот, это крепление с электромотором было представлено в виде концепта. А уже в этом году Rotefella представила систему Movie System. Вместо электропривода у нее ручная поворотная система. На официальном канале компании уже можно найти рекламные видео. В принципе, я бы мог вставить это рекламное видео здесь или здесь, или вообще во весь экран. Но для того, чтобы не иметь проблем с авторскими правами, я просто оставлю ссылочку в описании. Кому будет интересно, зайдете, посмотрите. Для того, чтобы крепление было куда двигаться, Rotefella разработала новую платформу стандарта NIS 2.0. От стандартной она отличается тем, что она более длинная. Обладатели старой платформы могут не расстраиваться. Существует адаптер, который приклеивается вперед. И, собственно, все будет то же самое. Как по мне, не знаю, насколько эта система будет интересная. К тому же, сейчас на платформе NIS остались Matshus, Peltonin, да и все. Больше я вспомнить никого не могу. Два не самых крупных игрока на рынке. Рекомендуемая розничная цена креплений Movie System 100 евро. Не думаю, что с таким ценником продукцию ждет успех на российском рынке. Однако, все равно будет интересно посмотреть, что из этого выйдет. Как по мне, так развитие классических лыж должно двигаться в направлении разработки эффективных систем без мазевого держания. Так, чтобы и отдачи не было, и скользило хорошо. Однако, вместо этого производители предлагают нам какие-то двигающиеся системы. Это все новости на сегодня. Тренируемся, ждем зиму. Пока-пока. Тренируемся, ждем зиму. Пока-пока. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok